Знаете, что мне сказали? А вы его что, умирать привезли? Я закричала в трубку. В начале прошлого года Сергей внезапно стал инвалидом первой группы. У мужчины в 57 лет произошел инсульт. Болезнь приковала к кровати. Питание через зонт, дыхание через трахеостому. За полтора года Сергей достиг успехов. Мог сидеть, разговаривать и даже шутить. Но, как и тогда, все изменил один день. В конце мая скорая увезла мужчину с подозрением на пневмонию. В пятой горбольнице мужчина провел месяц. За это время ему провели 5 ПЦР-тестов на ковид. Все они были отрицательными. Зато вот уже при выписке у Сергея, по словам его жены, была температура. Помимо прочего, во время лечения, также по словам жены, ему занесли инфекцию, когда вставляли катетер. Но даже это оказалось не самым страшным. Мы когда домой приехали и увидели это, дочь упала в обморок. Потому что там страшно. Там яма. Яма до костей. И насчитали 9 пролежней. 9. Вот эта желтизна въелась. Это значит, он сходил, а его не знаю, в какое время его помыли. Это вообще, получается, к человеку не подходило. Пролежни на ушах, пятках, спине, до самых костей. Все это, по сути, некроз мягких тканей, который может привести к летальному исходу. Чтобы избежать пролежней, человека нужно часто переворачивать, следить за гигиеной. Может быть, в больничных условиях медсестры не могут уделить одному пациенту столько внимания. Но Марина предложила сразу. Она может лечь в больницу вместе с мужем. Я готова лечь в больницу. Буду лежать. Не выходить оттуда. Я буду ему помогать. И даже вашим буду помогать. На что мне было отвечено, что в связи с ковидом не получится положить вас. Семье обидно, что все их старания просто обнулили. Весь прогресс. Врачи уже сказали, скорее всего, Сергей больше никогда не сядет. Мы отправили запрос в Минздрав Края, чтобы выяснить, как в больнице обращаются с другими пациентами. По нашей информации, служебная проверка уже началась. Мы будем следить за этой историей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.